Помидорчики по моему рецепту получаются самыми вкусными и самыми лучшими. Самый главный секрет, сильный, мощный взрыв вкуса, это очень хорошая штука. Друзья, сейчас я покажу, как я готовлю помидоры конфи или вяленые помидоры. Этот рецепт я делаю очень давно, я нашел его в интернете, но именно так, как делаю я, не делает почти никто. Но помидорчики по моему рецепту получаются самыми вкусными и самыми лучшими. Самый главный секрет, как делать помидоры, это, конечно же, снять с них шкурку. У меня вот такой огромный тазик с помидорами, нужно выбирать именно помидоры сорта сливка, потому что у этих помидоров очень много мякоти и очень мало сока. И, конечно, самое важное, снять с помидоров шкурку. Для этого я нагрел огромную кастрюлю кипятка и буду опускать помидорчики в кастрюлю с кипятком на секунд 15-20. Никаких крестообразных надрезов на шкурке я не делаю. Шкурочка и так сама будет сходить. Чтобы шкурка отходила равномерно, нужно закладывать помидоры одинакового размера. Как только достаю помидоры из кастрюльки, я их сразу кладу в мойку с набранной холодной водой. Несколько минут они остывают, я их выкладываю и готовлю следующую партию. Простым движением вытягиваем серединку из помидорчика. И снимаем шкурку. К шкурке еще пристает мякоть, поэтому мы пропустим шкурку через соковыжималку и добудем из нее ценнейший сок из помидоров. У нас будет полностью безотходное производство. Вот такой красивый помидорчик у меня в руках. Я режу его всего на две половинки. Он очень мясистый. И конечно же я оставляю в нем все семена и всю начинку, потому что это самое вкусное в моем рецепте. И вот такие половинки мы и собираем. Почищенные помидорчики я засыпаю смесью свежемолотого черного перца, соли и сахара. Все пропорции смотрите в описании к этому видео. И складываю их в большую емкость. Благодаря этому помидорчики начнут активно выпускать сок и нам придется меньше их сушить. Столько выделилось сока за несколько часов. Сейчас я помидоры переложу в другую емкость и пойду их выкладывать на решеточки. Вот еще столько вкуснейшего сока осталось, который нам бы пришлось выпаривать, нагружать в нашу духовку или дегидрата. Здесь еще почти 2 литра сока, а синий 2,5. Благодаря моему способу мы сок сохраним, сделаем из него томат и помидоры будут быстрее вялиться. Я выложил помидорчики на решетку из нержавейшей стали. Помидоры конечно не такие красивые, как если бы они были со шкурками, но с то они будут намного вкуснее. И сейчас я отправляю помидорчики вялиться в духовку. С 26 кг помидор у меня осталось вот столько еще, 2 громадные кастрюли сока, который обычно все выпаривают или просто выливают. Я его выдавил из шкурок, которые я снял. Помидорчики стали мягкие, вот такие, без шкурочки, идеальные, это они пока еще не вяленые. И сок, который выделяется при просолке помидорчиков, именно вот здесь. Сок со шкурок и сок, который выделяется с разрезанных помидорчиков. Здесь около 8 литров помидорного хорошего сока. Самая длинная и самая малоинтересная часть, это вяление помидоров уже закончилось. У меня получился, я даже не думал, но вот такой огромный поднос с вялеными помидорами. У меня было 27 кг помидоров, из них получилось 4 кг 700 г вяленых помидоров и около 10 литров томатного сока, который я взял со шкурок, из того сока, который выделился при засолке помидорчиков. Это очень хорошо. И теперь самое хорошенькое, я буду помидорчики складывать в банки. У меня есть оливковое масло первого отжима. Самый лучший способ, это конечно же использовать чистое оливковое масло. Но из-за того, что у меня очень много помидоров, поэтому мне нужно было бы целый ящик масла. И для того, чтобы сохранить аромат оливкового масла, но немножко упростить процесс, я буду делать смесь оливкового масла и обычного рафинированного подсолнечного масла. Вот такие аккуратные, красивые баночки. На дно баночки я кладу несколько зубчиков чеснока. Я думаю, одного большого будет достаточно, потому что эти помидорчики я люблю кушать на завтрак. Кладу сюда аккуратненько вот так дольки помидорок и пересыпаю их рубленым базиликом. Кстати, у меня вялится мойвочка, очень вкусная мойва к пиву. Кто хочет узнать, как я вкусно вялю мойву, ссылочка на рецепт вот здесь вверху. Я беру оливковое и обычное масло и добавляю его в баночку. Для того, чтобы помидорчики хранились всю зиму и не в холодильнике, а на обычной полке или погребе, я их ставлю в микроволновку, поэтому я сейчас масло добавляю не до самого верха. И в микроволновке их разогреваю на максимальной мощности. Они достигают температуры 90-100 градусов, при этом начинает выделяться пар, поэтому под завязку я масло не наливаю. Когда они хорошенечко прогреются, это буквально полминутки будет, я добавлю опять оливковое масло под самый верх и закручиваю их горячей крышкой. И в таком виде помидорчики будут храниться всю зиму, без риска испортиться. Друзья, вяленые помидоры это очень вкусный деликатес, который кушают по чуть-чуть. Это очень хорошая штука для бутербродов или просто взять один помидорчик и скушать. А оливковое масло, которое остается в баночке, вымокать хлебушком. Это очень и очень изысканный рецепт, который я вам советую попробовать. Вяленые помидоры уже готовы. Они стоят в баночке уже две недельки. Прекрасно пропитались ароматом оливкового масла и базилика. Аромат настолько концентрирован, у помидоров как будто бы в тысячу раз усилился. И, конечно же, очень приятный аромат базилика и оливкового масла. Легкий оттенок чесночка. Вот такой ароматный кусок помидорчика сразу хочется положить в ротик. Класс! Такой сильный, мощный взрыв вкуса. Это настолько вкусно. Друзья, это по-настоящему классно. Если вам понравилось мое видео, пишите комментарии, ставьте лайки. Ссылочка для того, чтобы подписаться на мой канал. Вот здесь внизу. Рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место.